Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Я более чем уверена, что с ней можно говорить на любую тему, потому что личность настолько многогранная и открытая. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии Северо-Восточного Федерального Государственного Университета им. Амосова, президент Ассоциации Женщин-Предпринимателей, член Президиума Союза Женских Организаций Галина Сафоновна Васильева. И это все они. У вас еще, я знаю, что очень много-много других общественных обязанностей. Добрый день всем! В кого вы такая яркая, позитивная, энергичная, всегда на виду? Ну, наверное, в первую очередь это от папы, потому что папа у меня Васильев Сафрон Николаевич, кавалер ордена Ленина, знак почета. Легендарный человек. Да, известный человек был в свое время, первый капитан Якутнаяни был в свое время, почетный гражданин Усианского улуса, ну и так далее. Он был очень добрым человеком, в то же время очень таким деловым, да, он не любил без дела сидеть. И мама моя, Новгородова Лилия Лаврентьевна, она уроженка города Верхоянска, из многодетной семьи тоже была. И вот ее родной брат, Новгородов Михаил Лаврентьевич, был первым коммунистом на Яне. И его именем названа школа в городе Верхоянске. А детство ваше каким было? Детство было у меня достаточно интересным. Мы сначала жили в поселке Янск, это вот от Верхоянска километров 200, но это был Затон, да, искусственно созданный Затон, где стояли теплоходы. Но потом в 64-м году переехали в Нижнеянск, поскольку Затон закрыли, и все суда перевели в Нижнеянск, это 18 километров моря Лаптевых, вот. И мы уже там жили, да, поскольку папа у меня был капитаном, и летом, значит, всегда... Брал с собой. Да, я пыталась ездить с ним, но он не всегда брал, конечно, но мы с ним ездили. Я помню еще, когда мы были в детстве, как-то с мамой, мы на пароходе папином, пароход был, Аверов назывался, он топился углем, но колесник, такой колесник так шумел, такой он оказался большой, там каюта, у него была как трехзвездочный отель. Я вот помню один момент, где-то мы встали на причало, и там принесли рыбу, нельму, огромную нельму, там стоял такой большой стол канцелярский папе, у папы в кабинете, и эту нельму, когда положили на стол, она, во-первых, была такая толстая, она заняла весь стол, и хвост, и голова свисали с этого стола. И когда мама почему-то, я не знаю, после неопытности, пошла, решила ее почистить ножом за хвост, она ее как дала хвостом, что мама улетела в другой канец. Ничего себе! Вот это я до сих пор помню, я перед глазами. Ну, такие разные путешествия у нас были, потом, конечно, когда стали появляться дальше младшие сестры, мама уже не могла ездить, но я-то с папой почти все время ездила. Романтика, да? Да, я так обожала с ним ездить на этом пароходе, кей сначала, потом на этих танкерах он ездил, судоходных и так далее. Ну, и, конечно же, летом мы в лагерь, в пионерлагерь, маяк, это для нас была самая лучшая награда. Каждое лето на два месяца приезжали сюда, в Якутск, в маяк, в этом лагере проходила наша летняя каникулка. Вы были активным ребенком? Да, я была иногда, по-моему, сверхмерой. Везде, где не надо, надо, везде я лазила. Мне всегда было все интересно. Я могла залезть и на дерево, я могла залезть и раскопать там ем, и в ручей, и в воду, и везде, где... Озорная такая, да? Ну, да, везде я лазила. Однажды, помню, мама лежала в больнице с младшим братом, а мы остались дома, и с нами там был родственник один. Ну, он, наверное, не мог углядеть, я взяла, нашла краску серую, вот такую краску, и этой краской весь забор покрасила, типа, ну, что там ребенок десятилетний может покрасить? Так накрасила, что сами все были в краске. Я, сестры мои, мама вечером пришла с больницы, это помню, бедная. Она, как нас увидела, она даже заплакала. И мне там так стало стыдно, так стало стыдно тогда, и это... Она очень рассердилась, но она меня сильно не наказывала, она очень рассердилась и со мной не разговаривала. И вот ходила, ходила. Ну, это, наверное, было хуже, чем наказали. Да, я вокруг нее ходила, ходила, и вечером, конечно, я пошла, легла ей на коленке и стала плакать, и она меня погладила, думаю, ну, ладно, все. Ну, видимо, много мы там натворили, что она бедная потом не могла долго убрать. Немножко хулиганка, да? Да, да, в этом плане, да. А учились как? Ну, откровенно скажу, всякое разное. С чем это было связано? Ну, иногда, вот, кстати сказать... От настроения, что ли, от учителей? Нет, из-за того, что у меня, наверное, я была не очень усидчивая, а вот в Нижнеянске у нас учитель математики, я вот сейчас с математикой вообще не дружу, к сожалению. А все основа была заложена тогда, в Нижнеянской средней школе, да, когда у нас был учитель математики, он приехал зарабатывать пенсию на тот момент, ну, сейчас я понимаю, да, что это так было, и он приходил, на доске писал, говорит, дети, у нас сегодня такая тема. И на доске писал, писал, писал мелким полурока, потом говорит, списывайте. Ну, какая математика? Конечно, мы вот 5-6 класс, как раз запустили все это дело, и все, с тех пор это... А учитывая, что еще и непоседливость, да, и такой вот момент, конечно, всего этого упущения большое было. А биологическое направление вы выбрали специально или как? Ну, вот когда так жизнь сложилась. Мне в школе очень нравилась география, вот, ботаника. И потом, после окончания школы, когда я приехала в Якутск, здесь у меня жила тетя, моя Новгородова Настила Вринтьевна, это тоже своего рода легендарный человек, когда, чьими руками собран был весь архив Академии наук, нашей якутского филиала Академии наук, да, вот с 30-х годов она ездила, везде по экспедициям собирала все эти документы. И вот сейчас там, говорят, один из лучших архивов в Академии наук по Сибирскому... по Сибири, то это вот как раз архив, собранный руками моей тетушки. И, конечно, когда мы сюда приехали, она стала искать, куда меня на работу устроить, вот. Ну, аттестат у вас хороший был? Ну, аттестат у меня не был хороший, средний, да, средний аттестат был. На что можно было рассчитывать с таким аттестатом? Ну, поступить в университет, конечно, сложно было, я всегда тогда, я еще в детстве, по-моему, 7-8 класс, мы каждый год тоже в Якутск, когда приезжали, я мимо главного корпуса университета приезжала, всегда мечтала, думаю, ой, здесь бы учиться, думаю, а нет. Какие же счастливчики, да? Какие счастливчики здесь учатся, ну, потом тетушка меня устроила на работу, на кафедру географии, лаборанта надо было, вот, с зарплаты 70 рублей, вот. Ну, поскольку у меня не было еще надбавок, тогда еще меньше, значит, что-то там копейки какие-то, вот, устроила на работу, и вот как-то она пришлась мне по душе, это я вот осталась на кафедру географии, там потом закончила, да. Она, по сути, спасла ситуацию. Да, она спасла ситуацию. Вы же добились достаточно больших результатов. Ну, это, наверное, судьба. Мне всегда, что-то вот новое всегда привлекает, нравится. И вот, когда я работала уже на кафедру географии, меня начала привлекать медицинская география, новая такая отрасль, вот, нетрадиционная география, именно медицинская география. И вот, я стала читать эти труды, интересоваться, кто там этим занимается. И тут был создан, была создана лаборатория морфофункциональных исследований человека, называлась Института медицинских проблем Севера Академии медицинских наук СССР. Институт находился в Красноярске, а здесь открыли лабораторию по изучению вилюйского энцефалита, вот, и сердечно-сосудистых заболеваний, на Крайнем Севере, да, и вот как раз я попросила, там был руководителем Алексеев Василий Прокофьевич, вот, очень умный человек, просто, он глядел вперед, и он, когда мы с ним повстречались, он сказал, вот, есть тема новая, это вот, экология человека, вот, давай на этой теме мы попробуем это сыграть. И вот мы стали, вот, они взяли меня младшим научным сотрудником в эту лабораторию, вот, и я там начала работать над темой влияния климатических, геофизических, гелиофизических факторов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний в условиях Крайнего Севера. Ну, и стали собирать материалы на этом плане, мы собрали данные, ежедневные данные вызовы станции скорой помощи по этим пяти дозологиям, там, инфаркт, инсульт, гипертоническая болезнь, вот, по этим вызовам, все вручную, все перерабатывали, но тогда не было особо этих электронных, ничего, носителей, да, вывели 25 типов погоды, потом эти 25 типов погоды разложили на 4 группы, потом изучали это отдельно для инфарктников, отдельно для инсультов, это 89-й год где-то, да, получается, а в то время эколог, ну, вот, я географ, я не могла защищаться на медицинском, да, мне, потому что географы сразу говорили, так, медицину все убираем, оставляем одну географию, ну, это уже было неинтересно мне, например, или, а медикам я не могла, потому что у меня не медицинское образование, и вот надо было найти такой совет, который бы имел право давать вот звание на стыке наук, а в тот момент как раз работа готовая, а тут перестройка началась, лабораторию нашу закрыли. Незавершенные работы, это же так обидно же. Да, осталось незавершенные работы, лабораторию закрыли, куда деваться, осталось без работы, тот муж у меня тоже остался без работы, потому что в ВВД он работал, экспертом криминалистом, потом в БКСС, ну, и тоже так получилось, что он остался без работы, но он начал заниматься бизнесом, как раз бивнями мамонта. Активный человек. Да, он очень активный был, конечно, и он начал первое, вот, сначала там же было, как у нас, сначала коммерческие предприятия, арендные предприятия были, разрешили государству, да, потом через год разрешили уже эти кооперативы пошли, потом после кооперативов пошли эти малые предприятия, индивидуальные предприятия, и каждый раз при регистрации, значит, и вот он начал заниматься бивнями мамонта, понтами, оленями, боем врагов. И вы стали помогать. Да, и он сказал, ну, что, раз осталось, давай вместе, мы начали как бы развиваться, становиться на ноги, и государство уже тоже стало, представляете, что было одно, одна система социалистическая, да, и вдруг все переходит на рыночные отношения, то вот эта нестыковка с предпринимательностью, с налогами, с новым понятием частной собственности, да, которой не было такого понятия, как такового, это все требовало очень много законодательной какой-то вот нормативной работы, да, вот, потом налоговая появилась, новая налоговая инспекция, потом налоговая полиция появилась, потому что надо было за людьми как-то отслеживать уже их доходы, вот, и тогда на нас, поскольку мы были одни из первых, на нас отрабатывали все эти органы, эти, все свои, значит, инструменты, вот, и так получилось, что мы стали вынуждены защищаться все время, все время защищаться, что бы ни делали, а у моего еще была такая позиция, что никому никаких контролирующим органам, никаких поблажек, никаких взяток, ничего не даем, не даем, ну, вот, мы начали его прессовать, и из-за этого стала возникать необходимость объединения, ну, и тут женщины, мы подобрались, и тоже, как, все же, как эти слепые котята, не знали, что делать, как делать, куда бежать, чего брать, вот, объединились, вот, эту ассоциацию нашу, да, женщин-предпринимателей, вот, которая, ну, защищала интересы женщин, ну, по крайней мере, мы отслеживали, где какие документы новые, какие веяния, что надо, не надо, как можно, как нельзя, ну, и так далее. Проводили конференции, круглые столы, приглашали сюда людей, потом ездили за границу, сюда привозили. Галина Сафроновна, если вот у вас богатый опыт общественной жизни, да, если так подумать, вообще вот эти все конференции, собрания, ну, и просто встречи, что-то дают или нет? Ну, конечно, дают, даже кажется, иногда думаешь, фу, что это времени отнимает, но все равно это остается же в памяти, что-то вот из всего события, что-нибудь там зацепится, потом вдруг понимаешь, а-а-а, тогда же об этом говорили, а-а-а, тогда же можно было так сделать, вот есть же такие и прочие. Ну, можно сказать, что это сила? Да, конечно. Наша активная вот такая жизнь, наверное, что все время на виду были, на телевидении, кстати, постоянно, да, приходилось как-то вот. И Михаил Эфимович заметил, и в 98-м году был создан Государственный комитет по делам предпринимательства. Вот, меня пригласили на эту должность, Михаил Эфимович меня пригласил, сначала пригласил, говорит, тебя приглашает Михаил Эфимович, я думаю, зачем? Он сказал, тебя хотят назначить на должность. И какую должность? Я вообще... Потом пришла к нему, он говорит, вот, хотим тебя назначить на должность председателя Государственного комитета. Как ты на это смотришь? Я говорю, я никогда не работала в госслужбе, совершенно не имея никакого понятия. Он говорит, ну что, отказываешься, что ли? Я говорю, нет-нет, нет. Меня все новые привлекают, думаю, ой, новые силы, новое это. Вот, и вот таким образом, значит, я стала тогда председателем комитета, и наш комитет полтора года просуществовал. Потом на базе нашего комитета было создано Министерство по делам малого бизнеса и занятости населения. Ну, такой вот шок был у всех. Потом выходим, заседание закончилось, и Грубман, транскомич, он говорит, ну, Галина Сафроновна, поздравляю. Или с министром, или безработной. Оказалось, почти второе. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эссалонг». Торговый центр «Пэммада», третий этаж, телефон 707-574. В те время вы обратно вернулись в науку. Как наука вас встретила? Ну, не наука, а образование. Образование, да. С распростертыми объятиями? Ну, как бы... У вас не было чувства, что время-то упущено, вы столько... Нет, немножко было, конечно, такое ощущение, но поскольку я всё равно была как-то в куче событий, для меня не показалось что-то сильно уж прямо далёкое от меня. Это всё равно я читала литературу и ходила на всякие конференции между делом этой, которые... Поэтому была, ну, в струе, так скажем. Ну, и защитились. Да, а потом как раз в 2000... Я до этого как раз зачитывала, прежде чем прийти в университет. Вот. После того, как я осталась без работы с госслужбой. А тут ещё нюанс такой. С госслужбой, когда через пять лет я была вынуждена уйти. Да, получается, что... А обратно-то меня в бизнес-то уже никто не ждал. Не хочет. Да, и никто не хочет со мной уже делиться там уже как-то. И пускать тогда уже никто не хочет. Ну, понимаешь, я за это время, за пять лет, которые была в госслужбе, я упустила эти финансовые потоки, я упустила все рычаги. Да, я же не знала, кто куда. Раньше-то вместе мы знали, какие кредиты берутся, для чего берутся. Куда идут деньги и так далее. Поскольку мы были вместе. А когда я ушла, там все обрадовались этому делу. И обратно-то уже меня никто пускать-то не хотел. Поэтому я была вынуждена как бы искать другое место работы. Но ещё видишь такое понятие, как гордыня есть. Гордыня, которая считается одним из пороков человеческих. Ну, как говорят, уходя, уходи. Да. И вот я тогда защитилась, как раз в этот период, в 2002 году. Ну, вот, а в 2003 году я пришла на работу. Вам нравится преподавать? Очень. Я прямо, я обожаю свою работу. Несмотря на то, что у нас там не очень высокооплачиваемая. Теперь, по сравнению с тем, что было, например, в Советском Союзе, да, как я говорила, что раньше, когда я работала, лаборант получал 70 рублей. Ну, 90. А систем получал 112 рублей, как сейчас помню. Кандидат на УК доцент получал 660 рублей. Ну, всё помните. Ну, а как же? Это же всё прошло через меня, можно сказать. Вот. А сейчас, конечно, совсем другие цифры и другие понятия. Вот. Но, тем не менее, я свою работу очень люблю. Я люблю своих студентов. Всех причём. Какие бы они... Они такие разные. Они приходят на первый курс, такие несмышлёныши, такие, думают, что интересно, кто из них чего выйдет. И иногда... А теперь уже, поскольку я всё-таки уже давно в университете, да, 2003 года, есть... Ну, посмотреть на что, да, как дети твои выросли, какими постами они в день работают. Смотришь и думаешь, да, вот те ребята, которых ты... На которых ты ставку не делал, ну, обычные, там, тихие, спокойные ребята, они, оказывается, уже и должности занимают, и они на хорошем счету, профессиональном своём, да, и радуются. Ну, уж надо же, оказывается, как бывает. А те ребята, которые вроде бы были шустые такие, они как-то вот потерялись, наоборот, да, странно. Очень странно. Очень странно. А вы читаете лекции на какую тему? У меня такие предметы, как правовые вопросы охраны окружающей среды, ну, экологическое право, грубо говоря, экологический менеджмент, но, конечно, экология человека, мой любимый предмет, вот в этом направлении. 2017 год объявлен годами экологии. Какие мероприятия проводятся, как вы думаете? И насколько они успешно проводятся? Сдвинуть такую махину сознания людской, это, конечно, сложно. Особенно промышленников и крупных предприятий, да. Поэтому в этом плане сейчас идет на федеральном уровне совершенно новое законодательство, да, которое вот будет вступать, как бы, периодами, вот, со строчкой и прочее. Конечно, то, что принимаются сейчас законы, очень много законов принимается, ну, и, кстати, об этом и недавно в госсовете и президент говорил, Владимир Владимирович Путин, что спонтанно, не просчитывая ничего, лишь бы быстро-быстро принять. И совершенно не учитываются региональные особенности. Вот это, конечно, большой минус того, что происходит сейчас в экологическом законодательстве, да. Хотелось бы, чтобы это очень особенно, это актуально в связи с тем, что сейчас идет планомерное, интенсивное освоение регионов Крайнего Севера, вот, освоение Арктики. Вот, и очень беспокоит, конечно, такой момент, что сейчас эти промышленники, когда будут заходить туда, вот, конечно, у них совсем другие мозги, так сказать, совсем другие планы и совсем другие мотивации, вот. И в этом плане, если говорить об экологическом понимании, понимании экологии, то, в принципе, у нас есть закон об экологическом образовании, воспитании в школе, да, в нашей республике, который, в общем-то, дал большой старт. И у нас в школах, в детских садах худо-бедно все-таки ведется вот это направление учения. У нас в высших учебных заведениях везде есть эти курсы предмета экологии, общей экологии. Но у нас совершенно выпало просветительский, просветительский, вот, фрагмент, так скажем. Потому что столько людей к нам приезжают, они совершенно не представляют, куда они едут, зачем они едут, что природа Крайнего Севера это не та природа, которая, скажем, в центральной России там или где-то, что нужно для этого время, что оно очень хрупкое. Опять-таки привожу пример Путину на госсовете в Арктике, он сказал, что это является основой всего мира, да, сокровищницей, да, он сказал, сокровищницей всего мира по экосистеме и так далее, да. Поэтому вот его слова, конечно, очень радуют и хочется верить в то, что оно не просто в воздухе повесено зато, а все-таки, когда предприятия сюда будут, промышленники, заходить, они будут хоть как-то в своих программах это прописывать. Ну вот смотрите, 2013 год тоже был объявлен годом экологии, однако же результаты этот год, как говорят эксперты, особых не дал. Ну, есть такое понятие, вода камень точит. Вот, первый раз ничего дали, через пять лет вот сейчас еще раз объявили, еще какие-то мероприятия проводятся, сознание людей там что-то вбивается. Может, в этот раз тоже не будет такого вот эффекта какого-то, да, но все равно лет через пять, может, снова еще будет. Вот, поэтому это хорошо, что такие мероприятия проводятся и объявляются, все равно те мероприятия и планы, которые проводятся, внедряются, все равно не будут иметь какой-то результат, может, отдаленный, да, потому что в том же экологическом новом законодательстве очень большой упор делается на, так называемый, НДТ, то есть наилучшие доступные технологии. И те предприятия, которые будут это внедрять, они будут получать какие-то льготы, например, да, по налогам и так далее. Вот, поэтому надеемся на будущее. Ну, ведь говорят, что земля – это наша матушка, да, обитель. Так хочется жить такой, ну, чтобы все было очень чисто, красиво, приятно, и передать такую красивую планету, чистую планету своим детям, правнукам, да, всем, будущему поколению. Ну, я думаю, это не совсем реально, просто потому что наше общество вообще в мире – это общество потребителей, которое все надо и надо, многом, ну, зачем человеку 10-20 пар обуви, скажите, да, или тысячи платьев, зачем? Ну, он все надо и надо, он может один раз надел, и это все, ну, а для этого ресурсы, зарабатывается, там, это все кажется, что, причем тут, скажем, недра и какие-то платья, да, допустим. Ну, это же все связано, все взаимосвязано, все связано. Все начинается с экологии души. Да, поэтому действительно, вот вы правильно заметили, что действительно надо большое, наверное, упор делать на воспитание именно экологии души. Сейчас вообще понятие слова «экология» настолько широкое, настолько разнообразное, и может, экология может быть всего, да, ну, вот экология души, экология сознания – это должно быть, наверное, первостепенно. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эссалонг». Торговый центр «Тоймада», третий этаж, телефон 707-574. Давайте поговорим теперь о личном. Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Вот вы выросли в очень хорошей семье. А сами какую семью создали? Мы выросли, как я уже говорила, у нас шесть человек в семье, один – он единственный брат и пять сестер. У нас мы сейчас все живем в Якутске, все очень дружим, поддерживаем друг друга. Все мероприятия у нас проходят совместные. Скажем, даже бывает, что если у меня в доме собираемся, мы говорим, так, мой дом, моя посуда, ваша. Каждый приходит со своей едой, и все, уже получился большой, хороший стол. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Девочки и еще девочки, да. Ну, они уже все взрослые. Моя младшая имеет троих детей. Вот. В общей сложности у меня семь внуков. Старшему внуку 24 года. Он живет в Москве, взрослый, самостоятельный парень, так скажем. Ну, и самая маленькая у нас полгода, восемь месяцев, да, уже от старшей дочери. И трое от сына. А какая вы бабушка? Ну, я как, что могу сказать бабушке? Я очень люблю своих внуков, естественно, да, но я не могу отнести себя к бабушке, которая вот прям вот так вот для внуков все прямо до последней трясется, да. Я очень спокойно к этому отношусь. Ну, тем более они живут. Да, тем более они живут. Со мной живет вот только одна внучка от сына. Ей 17 лет. Я из двух лет ее воспитываю. И так получилось, что у нее мама рано ушла из жизни, поэтому она осталась на моем попечении, на попечении сына. Вот. Поэтому она как мой ребенок. Вот я сейчас 17 лет уже, взрослая девица тоже. Вот. А остальные, значит, при родителях. Поэтому я иногда, они живут в Москве, я иногда туда езжу, когда навещаю, всегда говорю, я поехала работать бабушкой. Потому что считаю, что работа бабушкой, это достаточно сложная работа. И физически, и морально, и материально тоже, кстати. А были ли в вашей жизни трудные моменты? Ну, конечно, сплошь и рядом. Когда вы плакали. Сплошь и рядом, конечно. Ну, например. Ну, были моменты, когда у нас с мужем начались, так скажем, непонятки, да, как говорят, да. Когда у него появились другие женщины, вот, и он ушел из семьи, вот тогда, конечно, этот момент, вот как раз 2003 год был очень сложный для меня. Тогда у нас папа умер, мой папа умер на 83-м году жизни. Тогда, значит, я осталась без работы, ну и в итоге у меня, значит... Все в кучу, да? Ага, все в кучу, и муж ушел. Он как сам сказал, что ухожу и все. Да, да. А это было неожиданно? Ну, не то, что совсем неожиданно. Это, в принципе, было за 3-4 месяца уже известно было, что он как бы там, что ребенок появился, там... А вы не пытались сказать, нет, останься? Говорила. А он? А он сказал, что там без меня не выживут, а ты сильная женщина, ты выживешь. Ничего себе. Вот видите, как сильная женщина будет, оказывается. Да, так примерно. А вы бы сказали, нет, я слабая. Ой, да, что там говори, не говори, там уже... Все, да? Ну, я, конечно, сама теперь вот с сады прожитых лет понимаю, что я тоже много неправильно делала. Ну, например, что неправильно делала? И гордыня, это вот. Ну, были моменты, когда, ну, как бы, можно было поступать немножко по-другому, можно было помягче где-то сделать. Были слова, которые не надо было говорить, допустим, да. Моменты, когда можно было пропустить, что-то, что-то такое. Вот, ну, вести себя по-другому, может быть, надо было. Ну, что случилось, то случилось. Ну, вот его нет, умер же, да? Да, он, к сожалению, ушел из жизни, да. Через три года после того, как ушел из семьи. Так, внезапно. Да, он упал и трагически поедет. Как вы думаете о нем сейчас? Ну, знаете, как сказать, первое... Думаю, так, что он снится. Нет, он практически не снится. Первое чувство у меня было, как бы, чувство злорадства, наверное. Да, вот, вот... Бог наказал. Да, так тебе, типа, вот, добегался. Потом чувство опустошенности было. Потом чувство сожаления было. Вот, вот, потом чувство было вины, наверное, да. Ну, а сейчас, конечно, уже сколько лет-то прошло? Десять лет прошло после этого. Одиннадцать даже. Думаю, что... Ну, так, видимо, надо было. Что же? Не вернешь обратно ничего. Он был хороший человек, конечно, сам. Хороший человек? Да, он был очень хороший человек. Он был очень предприниматель от души. Но ему, он же овен сам по знаку, поэтому ему нужны были вожжи. Постоянно в каких-то моментах его надо было сдерживать. Но, видите, когда он ушел в семью, уже вожжей-то не было, которые его сдерживали. Поэтому он пошел во все, так сказать. Ну, может быть, он хотел как раз-таки жить, чтобы не было этих вожжей. Ну, может быть, конечно. Свобода. Свобода, да, свобода. А потом, видите, сейчас же уже следование есть о том, что мужчины как раз в этом периоде, за 50, у них начинается мужской климакс, так называемый. Опа-неки. Да, есть такое понятие мужской климакс, когда им кажется, что они сейчас молодые, и у них все поналадится, у них сейчас они помолодеют, помолодеют, у них будет новая кровь, и они заживут и так далее. Но так не бывает в жизни. Он был очень состоятельным человеком. Что после него осталось? К сожалению, ничего. Вообще-вообще? Вообще. Кроме долгов, ничего. Которые выплачивали? Да, но часть долгов уплачивала, конечно, дочь старшая. Старшая. Да, потому что она с ним некоторое время работала, и уже в последние годы ему как бы не давали уже ни кредитов, ничего, понимая его финансовое состояние. И он ее упрашивал, она брала кредиты на себя, брала деньги, и вот подвисла, конечно. Ужасно, конечно. Ужасно. Ужасно просто. И она сама-то вроде только-только. Из-за этого мы потеряли квартиру в Москве, и так далее. Так что вот, как говорят, человек... Вы действительно сильная женщина. Человек предполагает, Бог располагает. Никто даже не думал, что так получится. Я всегда раньше говорила, ну ладно, ну разоримся, даже если что-то там... Но все равно, ну квартира-то хоть останется, оказывается, ничего не осталось. А как вы вышли из такой вот трудной ситуации? Что спасало? Общественная работа. Общественная работа, это вот постоянно, что куда-то надо идти. Все равно надо идти, да? Да, надо идти, и тебе плохо, ты хочешь вот так просто валяться, ничего не делать, просто отключиться. А тебе надо идти туда, потому что ты обещала людям, ты обещала женщинам прийти на это какое-то мероприятие, тебя там ждут. Надо вставать, встрепенуться и идти. Интересная штука жизни. Ты всегда думаешь, утром... То взлеты, то падения. Да, но этим она и прекрасна. Ну вот сейчас, да, если говорить о прекрасной... Вы ведь живете со вторым своим? Ну да, можно сказать, да. Можете рассказать? Можно сказать, да, друг, товарищ, брат, как я говорю. Как вы познакомились? Ну, нас познакомили друзья, подруга она познакомила. Ну, сначала было ничего, ну, так, просто потом, вроде уже 10 лет, оказывается. Уже 10 лет. Ну, он совсем другой человек. Он совсем, он вообще из другой планеты, из другого края, и вообще совсем другой человек. Вот, я сначала думала, пыталась как-то понять, думаю, зачем, зачем ломать его не собираюсь, за него что-то делать не собираюсь, думать, как он не собираюсь, поэтому... Он же из своей оболочки, я из своей оболочки. И тем не менее? И тем не менее мы находим вообще... Потому что у нас нет претензий к друг другу. Все самое главное. Ну, хорошо, и мне хорошо. Ну, и ладно. Он жизнь-то тоже учит. Да. Ошибки учат. Да, я вот сейчас иногда думаю, ой, посмотрю вниз и думаю, ну, вообще, такое творила я в жизни. Оказывается, да? Оказывается, что такие столько глупостей. Наверное, очень категоричные. Да, я была в свое время очень категоричной. Требовательные, да? Категоричные, требовательные, думала. Почему так? Причем я всегда много решала за других. То есть не надо было этого делать. За сестер, например, за родственников каких-то. Жизнь вообще учат людей или нет? Ну, смотря кому. Но в вашем случае? В моем случае учат, учат, учат. Значит, вы способны учениться все равно. Да. А то некоторых-то не учат же. Некоторых не учат. Сколько ошибок совершают. Да, и все равно совершают. Ну, и то, что учат, все равно совершаешь ошибки. Зато другие, да? Да, другие. Потому что ошибок-то бывает много в жизни ситуации. Каждый раз же не научишься. Как у меня дочь однажды, когда я тоже что-то ее ругала, говорю, вот, она говорит, а что так-то ты? Я говорю, потому что я не хочу, чтобы ты наступала на мои грабли. Она говорит, мама, у каждого свои грабли. Так оно и есть. Да, у каждого свои грабли. В этом году вам, ну, вернее, скоро вам исполнится... Да, осенью должно мне исполниться 65 минут. Весы вы по гороскопу, да. Весы. Все это пройдет. Настроение плохое или там испортили настроение, ничего. Но ничего, все проходящее. Вы очень хорошо выглядите. Ну, спасибо. Вы часто смотритесь в зеркало? Нет, вообще редко очень. Ну, вы сами себе нравитесь? Нет, не всегда. Задумываетесь на эту тему? Не всегда. Я просто иногда смотрю на свои сверстницы, думаю, ой, как хорошо, что у меня это... Как хорошо, что я еще могу ходить. Как хорошо, что у меня там еще ноги двигаются, руки двигаются. Ходить на каблуках. Да, что еще могу позволить себе пройтись пару метров на каблуках. А о чем сейчас мечтаете? О чем мечтаю? Отпуск летом провести с детишками куда-нибудь. В июле они, кстати, все должны приехать сюда. В Якутске на две недели тут будет у нас к льдым. Все дети у меня, наконец, будут все вместе. А то обычно все по-разному уже. Одни в Якутске, другие в Москве. И наоборот, тут все соберутся. Ай-бог, две недели будем все вместе. А там уже видно будет. Я желаю вам очень хорошего, насыщенного лета, Галина Сафроновна. И большое спасибо, что нашли время для нашей передачи. Очень приятно было с вами общаться. Я же сказала, что вы очень многогранная и открытая личность. Вам спасибо за приглашение. Приглашайте еще жизненный опыт большой. Могу еще чем не поделиться. Хорошо, хорошо. Дорогие друзья, большое спасибо за внимание. И до встречи в следующую субботу. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсолог». Торговый центр «Тоймада», 3-й этаж. Телефон 707-574. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова